Вход в зону, бросок! И отличный сейф Владимира Ковача! Наброс на ворота от средней линии. Кто-то сейчас врезал Владимиру Ковачу по шлему, что тот слетел. Ну, это, судя по всему, был кто-то из своих игроков. Ну, всякое может быть. Очередной наброс на ворота. Жаворонков. Хаматов пытается пройти по центру, проходит, смещается на правый фланг. Оттуда бросает уже бросок и гол! Да! Каким-то странным совсем образом для Марика Шимко шайба влетела в зону, честно говоря. Не видел я этого момента, отвлекся на правый фланг. Хаматов оставил на Писарева. Тот бросил. И кто-то с левого фланга закатил шайбу в ворота. Ага, Жаворонков. Жаворонков-Иванов. И... Булат Хаматов стал автором первой заброшенной шайбы с Бориса. Опасно у Ковача. Вот кому уж точно не приходится сегодня скучать, так это Владимиру Ковачу. Мазунин. Агай. Неразбери Ховару, Тимиртау. Ход в зону. Передавал на параллельный фланг. Не удалось игрокам его команды поддержать эту атаку. Яхант. Падает Марек Шимко за своими воротами. Иванов. Госток и гол! Отлично проведенная комбинация. Вывели из игры вратаря Марека Шимко. Вновь вернулся в ворота Марек. Но... Сергей Иванов все-таки... Две с половиной минуты играет с Тимиртау в первом периоде. Счет 2-0. Зайцев. Не прошла его передача. Очередной опасный момент у ворот Владимира Ковача. После второго... После первого периода счет 2-0. Польза Тимиртау не очень удачный. Выдал пас Воронин. Сейчас выход 1-1. И довольно-таки успешно. Ковач. На рандеву с ним выходил Михаил Рахманов. Иванов. Автор второй заброшенной шайбы. Хаматов. Автор первой заброшенной шайбы. Островухов-Нахаматова. Вчетвером, напомню, играют сейчас хоккеисты. Бросок. Гол! И 3-0 на последних секундах большинство разыграли шайбу и практически в пустые ворота. Да, именно Сергей Жаворонков забросил 3-ю шайбу. В привычных составах сегодня играют команды. Нужно было покинуть зону Жаворонкову. Хаматов. Пас на Жаворонков. Бросок. Ай-яй-яй. Неудачно получился бросок. Не смог Сергей хорошо обработать и бросить. Жаворонков и Хаматов. Хаматов выход 1 на 1. Нет. На Жаворонкова. Тот по центру оставляет на Киселева. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошая атака, но захлебнувшаяся Киселев. Киселев оставляет пас Тимошенко. Роняет здесь Тимошенко и будет, конечно же, удаление. Видел этот момент главный судья. Но тот показывает, что бесполезно. За атаку игрока в область головы. Малым плюс дисциплинарным 10-минутным штрафом. Наказан Мазунин, Тимошенко. Тройка нападения. Громов и Рязанов. Пара защитников. Рязанов. И опасный момент. Не дал выйти 1 на 1. Владимир Ковач своему. Тому кто. В полном составе павлодарские хоккеисты. Фабуш не давал ему яхонт. Справится с шайбой. Бросок от Синий Владимир Ковач и гол. Да. 34-й номер наших гостей. Георгий Дульнев. Реализовал численное большинство. Ну, конечно, сколько можно уже играть. Георгий Дульнев забросил у павлодарской команды. Рыбчик. Встретили его. Зимиртауский хоккеисты. Лебедев. Киселев. Вбрасывает в зону. Шайбу. Соколов. Зайцев. Соколов. Зайцева. Зайцев на Шишерина. Бросок будет. Нет, нет броска. Шишерин переводит на другой фланг. Зайцев. Киселев. Лебедев. Бросок. И гол. Гол. Отличный бросок. Отличная комбинация. Хорошо разыграли. Четыре клюшки. Этот момент. И Лебедев забрасывает четвертую шайбу. Да. С четырех. Отличные четыре минуты. Чуть менее четырех минут. Играть в третьем периоде. Алексей Лебедев. Выбирайте по Шишерину. Алексей Лебедев. Нанесен бросок. Шишерин на Волкова. Волков приближается к воротам. Сближается с Мареком. Один раз бросил. Второй раз бросил. Пас в центр. Бросок. Волков третий раз бросает. Должна же быть в конце концов удача. Должен забросить. Наш форвард из-за ворот заходит, выкатывает в ближний нижний угол. Волков. Долгожданный танец по окончании игры. Но мне остается лишь вам возвестить о том, что матч окончен. Окончен он со счетом 4-1 в пользу команды Тимиртау. Окончен он со счетом 4-1 в пользу команды Тимиртау. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова